Их движения немного скованы. Таким махинам непросто отработать слаженность действий. Чего не скажешь об участниках соревнований. Фестиваль дворовых команд традиционно летом собирает детвору Уссуриско. На этот раз на спортивной арене больше ста мальчишек и девчонок, которые уже отработали тактику выступлений. Мы участвуем уже третий раз в этих соревнованиях. Каждый раз мы готовимся где-то за неделю две. То есть нам уже примерно известны какие будут эстафеты. Мы готовимся всей командой, чтобы знали все. У нас всегда все могут. То есть мы соблюдаем дисциплину, чтобы в первую очередь нам было удобно и комфортно играть вместе. Без дисциплины в этих состязаниях никуда. Ведь все испытания запланированы так, чтобы действительно проверить командный дух Уссуриско-ребетни. Здесь представители от микрорайонов города. И у каждого желание доказать свою непревзойденность в этих соревнованиях. Дух соперничества витает в воздухе. Администрация Уссурисского городского округа уже в 13-й год проводит фестиваль детских дворовых команд. Наши команды формируются на базе органов территориального общественного самоуправления. Всего их 12 в городе. Поэтому 12 команд по 10 ребят сегодня участвуют в соревнованиях. Соревнования включают четыре этапа. Это точность попадания в футбольное ворота и баскетбольное кольцо, меткость удара по мишени и такие забавные веселые старты. Иначе последнее испытание не назвать. Безразмерные штаны не поддаются командам. А надувная лодка без воды не плывет. Мы еще не бегали, но я думаю, что с обручами. Потому что у нас и высокие, и маленькие. И вот мне кажется, это будет тяжело. Здесь, как в пословице, глаза боятся, а руки делают. О веселых стартах еще и ноги помогают. После серии проигрышей и взлетов намечаются явные лидеры испытаний, которые упорно вырывают победу. Третье место у команды центральной части города «Молния». Вторые детвора «Мелькомбинатор» «Рваные кеды». Лидеры – школьники 5-6 километров, артиллеристы. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова